25-й день рождения отметил Староскольский театр для детей и молодежи имени Бориса Ивановича Равенских. За четверть века здесь поставили десятки спектаклей, комедии, драмы, сказки. И несмотря на все сложности и перипетии социально-экономической обстановки за эти годы, театр оставался верен себе и своему зрителю. Виктор Игнатов – один из самых молодых актеров Староскольского театра. Пришел сюда в 2017 году после окончания Белгородского государственного института искусств и культуры. В текущем репертуаре у него уже 15 ролей. А первая любовь к театру случилась 15 лет назад, когда младшеклассникам пришел на спектакль «Аленький цветочек». Самое первое – это у меня был шок. Я был в нереальном каком-то шоке от того, что происходило на сцене. И с этим шоком я пришел домой, сказал маме, что хочу так же, как и они. Ну, мама это как-то всерьез не восприняла. И что она такая, ну, хочешь – хоти. Ну, я вот и хотел до 10 лет. В 10 лет Виктор Игнатов поступил в детскую театральную студию. Уроки актерского мастерства, сценической речи, хореографии и вокала еще больше увлекали будущего артиста. Я загорелся еще больше. Это начало увлекать сначала то, что ты ничего не понимаешь. Вот это начало увлекать. А потом, ну, как-то вот желание все росло, росло с годами. И умножалась любовь к театру, любовь к спектаклям, профессии. Мама очень рада, мама безумно рада, что все как получается, как я хотел, да. То есть, ну, я в театре. Театр для меня – это храм. Актриса Марина Федорищева – обладательница полсотни ролей вспоминает. Ее знакомство с театром тоже произошло в 10 лет, когда она пришла в детскую студию. В школе повесили объявление. До этого вообще никогда не ходила в театр. Театр не был так популярен раньше. Вот, вообще ничего не знала, не слышала, даже не увлекалась театром. Ну, мне было лет 10. Вот, я совсем ребенком была. А потом пришла, и все, и осталось. И уже уходить не захотелось. И с 10 лет я в театре. Театр – это не просто место работы. Театру служат. Это бессонные ночи, мучительные поиски, подготовки декораций, реквизита. Это бессонные часы репетиций и усталость от выдачи раз за разом чувств и эмоций одной сцены. Это воодушевление, радость и слезы от оваций зрителей. Это дружба. Это любовь. Это семья. И 1 февраля этой большой театральной семье исполнилось 25 лет. Я хочу сказать слова благодарности нашему театру. Потому что, если бы не было его, не было бы всех моих друзей. А театр – это мои друзья. Не просто друзья, это моя семья. Я ему очень благодарна. Всем главное – здоровье. Ну, а зрителям хочу, пожалуйста, чтобы они попали к нам на спектакль. Чтобы было больше билетов в доступе. Мы их очень ждем всегда. В четверть века Староскольский театр для детей и молодежи отмечает постановкой по одноименной песе. Уильяма Гибсона – сотворившее чудо. И, как всегда, в зале не остается равнодушных зрителей. Каждая премьера поднимает вечные проблемы, заставляет задуматься о ценностях, о смысле жизни. Классический репертуар год за годом работает на нравственное воспитание юных староскольцев и культурное обогащение взрослых. Староскольский театр для детей и молодежи был основан 25 лет назад решением главы Ивана Гусарова. Я безмерно благодарен Ивану Афанасьевичу за предвидение. Вот он сказал, город – это когда в нем есть театр. Нет, театр – это очень не город. В очень сложное время. Наверное, в не менее сложное, чем сейчас. Он это сделал и низкий ему поклон. В местном театре есть традиция. К праздничным событиям коллектив готовит необычные творческие номера вне репертуара. Так, за полчаса до спектакля Нина Лаврова сочинила песню на мотив музыки из первой постановки на староскольской сцене «Стойкий оловянный солдатик». В завершении праздничного вечера зрители познакомились с почти полным репертуаром театра за 25 лет. Мы первый раз в староскольском театре. Очень понравилось. Так очень хорошо играют актеры. И как-то очень близко мы сидим, но все равно зал не очень большой. И ты прямо как будто участвуешь в всем происходящем, прямо-таки ощущаешь. Здоровье главное. Терпение всем. Везение. Ну и аншлагов. Очень любим театр. Особенно после ремонта здесь и находиться, очень испытываешь удовольствие большое в этом зале, отдыхаешь. Все очень красиво, позитивно. И, конечно, воспринимаешь уже спектакль по-другому. Еще новых творческих решений, поисков и вдохновений. Всего самого лучшего. Чего я желаю театру? Конечно, процветания, творческих успехов. Чтобы все актеры были здоровы, чтобы у всех было счастье. Потому что, когда есть здоровье и счастье, есть и творческие успехи, и новые спектакли. Все спектакли очень нравятся. Мы с совестью ходим, как только получается. Когда только здесь, в Тормосколе, появился театр, это вообще был большой подарок. Но мы тогда не знали, насколько это здорово и интересно. И вот с годами они все больше взрослеют, они все больше становятся глубинным каким-то интересным театром. И как выросли эти актеры. Я многих знала раньше совсем-совсем молоденькими. И вот они уже со временем набирают силу. И нам очень приятно, что наш театр становится таким интересным, уже зрелым. Я пожелаю нашему театру жить здесь, работать и нам всем помогать расти духовно.